hello my darling с вами симона и мы с вами продолжаем читать играть нашу любимую музыкальную да почему все время зову музыкальная устала если честно она вообще не музыкальная новелла но визуально визуал нравится соглашусь надеюсь вам кстати тоже и и мой в том числе я вот в честь балла как говорится нарядилась как обещал даже поменяла батарейки в гирляндах теперь смотрите светит просто как днем возможно это потому что сейчас день но это сейчас не важно короче я даже себе сок налила в бокал чтобы быть в антураже и я сразу предлагаю нам приступать нет нет еще хочу сказать мне написали в комментариях что ни в коем случае ни в коем случае нельзя помогать ирине на этом балу когда у нас будет выбор мы должны сказать этому нет и как бы ничего такого не делать потому что иначе нам придется шпионить из владивостока короче какой-то фигнем там будем страдать неважно не будем так делать и не узнаем об этом никогда приступим к воротам стремилась кавалькада роскошных автомобилей выплывающих из ночной тьмы вот эта подстава вот первый слайд и сразу слово кавалькада ну здравствуйте мой водитель присвистнул когда мы подъехали ближе и набросился на меня с неуместными расспросами наконец я вышел из машины и огляделся с одной стороны все как будто не так страшно как представлялось в моем воображении но очевидная чуждость этого места тем не менее пугал а вот остальные гости чувствовали себя здесь вполне комфортно весело приветствовали друг друга и смеялись поднимаясь по ступенькам вход к входным дверям высотой никак не меньше четырех метров что-то мне даже плечо хрустнуло что-то я не понимаю в метрах ладно я сделал над собой усилие и последовал за ними батюшки святы ну все я себя я лично себя чувствую как дом не знаю что не так с этим никому внутри поместье кабаяши выглядел еще роскошнее словно фотография сделанная где-нибудь в лувре я очутился в огромном зале который уже был заполнен мужчинами в строгих костюмах и женщинами в роскошных платьях никто не обращал на меня внимание но мне все равно казалось что почва уходит из-под ног я прислонился к одной из колон и вздрогнул когда ко мне обратился официант не желаете ли шампанского я машинально взял бокал с подноса дан такого не расхареначить и посмотрел сквозь него на официанта ну не знаю что он там увидел искаженные искаженная пузырящийся жидкостью его бесстрастное лицо показалось мне похожим на уродливую маску спасибо коротко бросил я и сделал глоток тут же вспомнился совет майкла о том что с алкоголем на таких мероприятиях стоит быть поосторожнее где проходит то едва различимая грань между стаканчиком для храбрости и парой бутылочек употребленных по вине отключившегося самоконтроля мне кажется или грань не такая уж тонкая между бокальчиком и двумя бутылками но у них как у нас свои отношения с алкоголем мы уже поняли я решил оставить этот вопрос на потом и вторым глотком осушил бокал или пока нигде не было видно а я себе представляю какая она придет просто вообще крошиха каких свет не видывал алкоголь уже давала себе знать я говорю это газики это все газики очень быстро они дают в голову но потом быстро отпускают не пейте даже газировку тоже не пейте газики они вообще никого не щадят все-таки прав был майкл насчет шампанского второй раз он это повторил спасибо мы поняли чтобы немного отвлечься я принялся разглядывать разношерстную толпу впрочем отличались друг от друга только дамы кавалеры же хоть и разнились по росту весу и наличию волос на голове в целом сливались в некую однородную черную массу с небольшими вкраплениями белого добрейший вечерочек неожиданно возле моей колонны остановилась странная парочка мужик неопределенного возраста в неуместных темных очках и женщина удивительно похожая на ирину некоторое время они просто стояли не обращая на никакого внимания ну вот женщина заговорила по-русски какое восхитительное платье у той барышни она сделала неопределенный кивок головой куда-то в сторону видимо пальцем показывать неприлично видимо блин ну не кукуна родители же умерли никогда ему было два правильно что-то он про них помнит мне показалось или она вместе с тем джентльменом который приехал на роллс-ройсе наташенька ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества как способность разбираться в дорогой одежде и автомобилях он был философом в очках темных ответил он просто чем сразу вызвал у меня симпатию виктор тут же возмутилась его спутница может ли быть совпадением то что из всех гостей рядом со мной оказались именно русские или ирина отправила их следить за успешным выполнением задания и говорить по-русски специально рядом со мной чтоб я все просек моментально ох уж это кгб знаете они вообще очень логичные ребята нет тогда уж куда проще было бы поручить и его кому-то другому а не обычному школьнику ну этим вопросом еще в прошлой серии задавались но шампанское сделала свое дело я услышал собственный голос еще до того как до конца обдумал стоит ли начинать разговор слушайте толерантности в организме никакого нет вообще никакой знаете после одного бокала шампанского переставать контролировать речь это какой-то новый уровень я не встречала таких людей извините что подслушиваю просто раз мы оказались в одной компании так сказать я понимал что несу бред но уже не мог остановиться да нет пока все нормально вы же из ссср о да как вы догадались удивилась женщина и тут же приветливо улыбнулась мне потому что у него есть уши наверное а почему сразу не написали она же наташенька женщина в сценариях обычно так типа делается если еще в репликах не звучало имя пишется просто женщина парень там девушка а когда в чей-то реплике уже прозвучало имя заменяется на имя ну это вроде как по крайней мере как нас учили вот а чё тут-то не поменяли ну уже она не женщина по моему к ней обратился наташенька ну извините наташенька ее виктор вы невыносимы меня кстати на то наталья зовут николай представился я и перевел взгляд на мужика его глаза были скрыты за темными очками и было совершенно невозможно понять о чем он думает однако почему-то казалось что он надо мной про себя посмеивается ой он такой знаете он над всеми посмеивается не думаю что никакому стоит воспринимать это на свой счет он такой дорогих автомобилях разбираются только бедные бухают только трезвые а тупят только умные не такой человек не надо на него обращать внимание ты его личное что-то виктор простым и открытым жестом протянула мне руку а вот заменили наконец-таки наконец-таки здесь не часто встретишь людей вашего возраста николай она замолчала и задумалась а потом замахала руками словно вдруг осознав что сказала полнейшую глупость нет я не имела в виду что да все в порядке меня пригласила хозяйка дома а вообще могу ли я называть или хозяйкой ну он точно бухой такие философские вопросы не приходят в голову по трезвому возможно у кубаяши джуны есть жена которая приходится или бабушкой вот она тогда имеет больше права именоваться хозяйкой значит и одноклассник элизабет да вроде того малышка или так быстро выросла уже и кого и уже и кавалеров на бал приглашает да мы не а пацаны не против ну вы поняли да ухмыльнулся мужик попутно ловко схватив с подноса пробегавшего мимо официанта бокал с шампанским честно говоря я на балах раньше не бывал но тогда вот хлебни а это не он а говорит не он а это говорит ну тогда вот хлебни чтобы руки не дрожали он протянул мне непонятно откуда взявшийся второй бокал действительно откуда взялся второй перед глазами вновь стало у коризненное лицо майкла но эти двое так сильно подняли градус моего внутреннего напряжения что мыслить логически становилось все сложнее это я должна выбрать нет я отказываюсь никак он остановись пока остановка не стала последней ты выпил один бокал ты уже не контролируешь речь это что означает детки что во первых сразу же этот первый бокал он сразу же был лишним как и во многих случаях в общем то а значит второй не должен в нас попасть ни при каких обстоятельствах понимаете ни при каких потому что потом вы можете очнуться где-то за городом в неприглядном виде с незнакомыми людьми зачем это надо нам не надо я отказываюсь так нет спасибо мне еще нельзя пить если верить местным законам а что ты только что делал ну блин он не мог отказаться с нормальным доводом типа я уже в моя доза на сегодня освоена мог так ответить по местным законам дебил дебил если так можно говорить про джентльмен а что ты только что делал с разочарованием в голосе спросил виктор я почувствовал как загорели щеки но ничего не ответил виктор хватит спаивать молодого человека так или иначе раз уж я начал разговор надо было переходить где а я думала сейчас опять типа знаете выбираешь ты там что-то выбираешь ну так или иначе раз уж начал разговор надо и бухать значит тогда с ними если позволите спросить смотри-ка у нас настоящий японец заговорил виктор я продолжил уже менее уверенно вы работаете в советском посольстве я работаю в совместной советы японской фирме я не знал бывают ли вообще такие фирмы но свое невежество выдавать побоялся интересно кстати правда бывали ли такие фирмы через а виктор известный писатель не известный в узких кругах достаточно узких чтобы пацан про меня не слышал про что он пишет про бандитский петербург не понимаю что у него за лексикон пацан молодой человек мы вообще-то очень даже прилично сегодня одетый а про что вы пишете про жизнь про жизнь в бандитском петербурге неопределенно отозвался он залпом опрокинул бокал и хищно зарыскал глазами по залу в поисках официанта извините я больше научную фантастику читаю а у нас куда они пыли они жизнь фантастика громко рассмеялся он но к моему удивлению на нас никто не обратил внимание к этому моменту одно ясно точно виктор с кгб никак не связан дай бог он скорее из тех людей за которыми органы сами будут присматривать но наталью же я не ему про наталь уже не мог сказать ничего определенного и на тоже поначалу разыгрывала из себя дурочку выпитое шампанское било в голову второй стакан оказался явно лишним какой второй стакан алло я сказал что мы от него отказываемся и во первых кто еще хреначит шампанское из стаканов что это за балл такой у нас в общаге были баллы знаете джентльмены из стаканов пили все что угодно зачем я дать почему я это говорю я прям отдаляю себя от монетизации зачем это не ну всегда приятно встретить здесь ими виду в японии вообще соотечественников так сказать и нам очень приятно бросила наталья мгновенно потерявший интерес к разговору заметив кого-то в толпе кумико как я рада вас видеть и тут же убежала оставив меня наедине со странным писателем да ты не парься так я не парюсь в его обществе мне становилось все более и более не по себе найдется твоя подружка и действительно я наконец увидел или которая спускалась по лестнице господи как гермиона в этом в этом в кубке огня моим любимым извините я всучил ему так если сейчас не будет мне превьюшки для этой серии я не знаю что сделаю я всучил ему пустой бокал и быстро лавируя между гостями бросился к или они мне не сделали превьюшку представляете да как ее такую красивую не нарисовать на лестнице как она негодование попью немножко на прям как она как невеста я уж подумал что ты бросила меня тут одного ник привет уэли был такой вид словно мое появление на этом балу стало для нее неожиданностью хорошо выглядишь на ней было белоснежное платье в пол и выглядела она действительно сногсшибательно то есть я хотел сказать прекрасно у тебя очень красивое платье ты очень красивая спасибо смутилась она неужели она слышит подобные комплименты впервые извини я немного это самое язык слегка заплетался а в голове словно давал концерт симфонический оркестр токийской филармонии и меня попросили записать партию литавров в нотную тетрадь второй бокал был точно лишним точно лишним вот вообще ты даже не писаешь насколько потому что я от него отказалась кто здесь решает вообще я не не понимаю реально кто управляет концертом что происходит ничего я понимаю улыбнулась или и все и все напряжение в миг спала она понимает потанцуем но я не умею ничего просто потворяю повторяю мои движения и все будет в порядке как сказали да на трезвую голову я бы на такую авантюру точно не согласился превью вы вышли на середину вы вы я кто мы вышли на середину зала или осторожно приобрела приобрела меня что с этим предложением что у меня-то в стакане просто сок просто манговый чай я путаюсь в показаниях ну короче вот у меня даже есть бутылка откуда я наливала вот алиби мое чалон слой поняли все нормально мы вышли на середину зала или осторожно приобрели приобрела опять хотел сказать при обняла меня а в правой руке а правой рукой взяла мою левую руку слабого расправилась с этим слайдом это что с ним не так вот так и раз и раз не сложнее чем держать ритм когда играешь на гитаре ну кому как тем с первых секунд она задала явно щадящий около нас некоторые пары кружились со скоростью кабинок большой карусели в парке развлечений я старался тщательно повторять все ее движения и пока что мне это удавалось однако вскоре молчание стало решительно невыносимым и само по себе и вследствие выпитого ты на каблуках кажешься выше она не кажется выше она на каблуках реально выше это так работают каблуки знаешь я так никогда наверное к ним до конца и не привыкну конечно приходится изредка надевать туфли тут ничего не поделаешь это даже прикольно а ты без меня тоже времени не терял я видела сверху как ты с кем-то вел непринужденную светскую беседу а эти я немного сбился с ритма но или тут же притормозила и вновь аккуратно показала мне правильные движения я просто услышал что они говорят по-русски встретился отечественников здорово ну да наверное если в отношении виктора у меня сомнений практически не осталось то что-то однозначно решить насчет этой натальи я просто не мог с другой стороны а важно ли это в конце концов для ирины существует только два возможных исхода исхода я принесу фотографии или нет фотоаппарат тут же начал неприятно оттягивать внутренний карман смокинга хорошо хоть не обыскивали на входе о чем думаешь ты как будто не со мной да прости просто волнуюсь ты же должна понимать я на балу раньше не был а вот меня самого детства таскают то сюда то туда мне все это кажется невообразимо скучным однако вела на себя вела на себя значительно что значительно себя вела сдержание что ли чем обычно а значительно сдержание типом подбирал слова так может надо было сразу предложение это выдать нам сложно представить а ты представь лучше что сюда привезли оборудование инструменты и мы выступаем перед всеми этими мертвыми внутри пустобрехами это представить еще сложнее алкоголь начинал постепенно выветриваться шампанское быстро дает в голову но и отпускает относительно быстро вот видите я вам не вру либо мы с игрой обе врём непонятно я ловил себя на том что с жадностью поглядываю на сверкающие серебряные подносы заставленные высокими бокалами с манящей шипучкой но все равно рада что ты здесь потому что не даю тебе скучать нет коротко ответила она помолчала и добавила уже тише не только элечка моя хорошая давай не будем это не надо а почему никто больше из группы не пришел они не любят подобные сборища ясно интересно оказался бы я сам при других обстоятельствах в поместье кабаяши чупки там делать в таком случае хорошо что в затыл с нашелся хотя бы один светский лев в порог светской львице вы посмотрите на этого сердце еда яд мы это не выбирали нечего подкатывать кэли ты слышишь меня прекрати элли улыбнулась одни могу одними уголками губ очень воспитанна и по-взрослому когда надо она может вести себя как леди танец подошел концу я повторяя за другими мужчинами рядом поклонился элли она в ответ сделала легкий реверанс возьми и вообще прелестники заиграла более легкая музыка и танцующие тотчас же разбрелись кто куда формируя стайки разного размера заводя разговоры друг с другом а кто-то плотно оккупировал столы с едой и напитками спасибо за танец это был интересный опыт всегда пожалуйста ее глаза вдруг забегали словно и стал некомфортно в моем присутствии ник прости мне надо отойти меня к сожалению на этом празднике тщеславие есть свои обязанности да да конечно еще увидимся музыка закончилась улыбнулась она и подошла группе молодых девушек я остался один в окружении совершенно незнакомых людей которым было на меня совершенно наплевать и меня тут же охватила тревога сердце застучало быстрее я почувствовал что потею и так что же делать я рыскал глазами по залу в поисках натальи она непринужденно болтал с другими гостями и вряд ли в этот момент еще и следила за мной конечно у меня всегда оставался вариант рассказать все или и надеяться на защиту кабаяши джуна вряд ли он будет в восторге от всего этого но какой-то шанс что он поможет все же остается на чем поступил бы со мной также как ирина поступила с кгм и однако даже сама мысль об этом всемогущем человеке уже вызывала внутренний трепет и ирине доверять мне не было никаких причин но она хотя бы русская своя даже если я не всегда согласен с мотивацией и поступков то я и то их я все же понимаю а чего хочет детали денег власти и еще больше денег и главное какую защиту он может мне предоставить вывезет в глухую японскую деревню где поселит в одной полу развалившейся хижине скагимару колодец в километре от дома никакого нормального отопления зимой тем более санузла перспектива так себе с другой стороны на месте ирины я бы сразу избавился от ненужного свидетеля заболучив фотографии все ее разговоры про патриотизм относятся только к пространству идей они конкретным людям мы стремимся чтобы страна в целом жила лучше весь народ процветал если небольшой процент из этого пострадает это допустимые потери и главное ирина особенно особо не скрывала что руководствуется именно этой жизненной установкой я был далек от сопоставления социализма и капитализма но сейчас невольно оказался в самом центре противостояния этих двух моделей причем реальные люди обладающие реальными чувствами были готовы друг другу глотки перегрызть ради абстрактных идей тигр и дракон кому же довериться дракон это азиатское что-то но советский союз с тигром совсем не ассоциируется когда-то в детстве я слышал притчу о двух этих плохо уживающихся друг с другом существах в притче решение нашлось быстро соединить хвосты дракона и тигра вместе чтобы им волей-неволей пришлось найти общий язык подобный симбиоз двух политических и экономических систем в реальном мире почему-то не казался мне хорошей идеей да и понять сходу кто из них кто тоже задачка не из легких но возвращаясь от высоких материй к делам бренным мне так или иначе придется от остановить свой выбор либо на тигре либо на драконе выполнить задание ирины искать защиты у кого я шеджуна так короче мы все мы идем искать защиты потому что чтобы или подумала что мы трусы и не мучила с нами понятно это на отношении сели не повлияло ну и ладно ну ладно и все-таки у и по в японии больше власти у кабая шеджуна да и риск непримерно непомерно высок наверняка сейчас когда в его доме столько посторонних все более или менее ценное охраняется еще тщательнее чем обычно не знаю зачем ирина меня сюда послала но теперь стоя посреди этой пестрой толпы я точно уверен что мне не удастся незамеченным выполнить ее задание оставалась чисто моральная дилемма могу ли я имею ли я право доверять человеку виновному в смерти моих родителей да это не доказано еще и если даже его вина алло а все остальные мои претензии почему не услышаны тогда если даже его вина еще не доказано то подозрение уже достаточно вы не приглашаете на чай человека который работал бухгалтером в освенциме даже если на нюрнбергском процессе его признали непричастным к массовому убийству а почему бы и нет а если он мой сосед у пускай переходит шо уж теперь поделать то однако сейчас речь шла о моем собственном выживании и число возможных вариантов поведения резко сокращалось если бы существовала какая-то другая альтернатива но и в моральных качествах ирины не было никакой уверенности я убеждал себя что делаю поспешные выводы что нельзя обвинять кабаяши джуна в преступлениях против человечности только потому что он богат и могущественен да и кто я такое чтобы суди чтобы быть судьей когда на кону стоит моя собственная жизнь границы допустимого резко расширяются тем не менее все эти оправдания очень напоминали индульгенцию коллаборациониста многоточие прошло по крайней мере полчаса прежде чем уэли вновь появилась на меня время после девушек она успела пообщаться еще с целой кучей народа ник чего загрустил это так заметно на фоне остальных конечно действительно вокруг меня царила атмосфера праздника мне надо с тобой серьезно поговорить хорошо непонимающе посмотрела на меня или не здесь дрожки мы вышли на улицу ночная прохлада освежила меня вот или поежилась и обхватила себя руками если у меня была куртка то я бы поделился а куртка да я забыла прости она у меня в комнате сейчас бегаю это может подождать я не настолько беден что хожу в одном и том же круглый год можно снять пинжачок ты в пинжачке не так понимаю замечание про куртку немного увело в сторону мои мысли пришлось приложить немалые усилия чтобы вернуть их к тому что сейчас действительно имело значение или я хочу чтобы ты выслушала меня очень внимательно и не перебивала хорошо кивнула ты моя такая хорошенькая такая хорошенькая тебе это не нужно все вот это вот говно серьезно кивнула она в ответ в моей жизни за последние несколько недель произошло столько всего что в двух словах не рассказать но это и не нужно главное что на меня вышли люди из советской разведки не знаю уж зачем я им понадобился это как-то связано с работой моих родителей компании твоего деда а также с нашими с нашим знакомством я бы я предупредительно поднял руки вверх но или не собиралась меня перебивать я понимаю что ты можешь подумать что я специально набивался к тебе в друзья и что в общем все это неправда хотя отчасти правда на бал я действительно напросился сам ник я понимаю что это все серьезно но к чему ты ведешь я тяжело вздохнул и продолжил в итоге эта женщина из кгб попросила скорее приказала мне пробраться в кабинет твоего деда и отснять некоторые документы сейчас я достала с карманами не фотокамеру и протянула ее или девочка покрутила устройство в руках и вернула его мне что в тех документах я ни сном ни духом клянусь все это время или смотрела на меня как на учителя объясняющего сложный материал который будет на экзамене но я решил что не могу так поступить потому что тут я запнулся если честно твоего деда сейчас я боюсь больше чем кгб понимаю я ждал продолжение но она все так же завороженно таращилась на меня что понимаешь понимаю что ты оказался в непростой ситуации но ник кгб это серьезно надо обратиться в полицию не надо они помогут саркастически усмехнулся я но если не полиция то кто да твой дед я же те кричу конечно я могу поговорить с дедушкой только только что ладно ничего вдруг улыбнулась она и вся прямо расцвела подожди здесь я сейчас очко дать не понял и убежала оставив меня между на крыльце мне не хотелось думать что такая реакция ли вызвана безразличием еще меньше хотелось подозревать в ней некое скуда уме не надо однако или явно не осознавала всю серьезность происходящего наверняка она в общих чертах поняла что я оказался в сложной ситуации но вот что мне угрожает смертельная опасность вряд ли с тем же успехом я мог рассказать ей про неприятности в школе и это показалось мне странным до какой-то степени человек живущий на всем готовом не сталкивающийся жизненными в жизни серьезными трудностями способен сопереживать обычным людям ой ну давайте вот так на чистоту со всеми этими событиями никак он уже давным-давно перестал быть обычным человеком да окей может быть именно этого я и не заметил у нее на лице сострадание автоматической реакции оказать оказание помощи не всегда бывает достаточно а часто мы сталкиваемся с такими случаями когда ничем кроме доброго слова и сочувствия помочь нельзя пока ждал возвращения или двое слуг пронесли меня мертвецки пьяного виктора который нечленораздельно декламировал какие-то стихи за ним вышла наталья на ходу извиняясь перед каждым встречным я чтобы не привлекать внимание благоразумно спрятался за колонну я бы вообще для этого разговора не стала бы выводить или на улицу вот что я подумала я бы может быть где-нибудь в доме не знаю может быть можно было подняться на второй этаж может быть какой-то предлог попасть в ее спальню с ней ну типа в плане что за домом могут наблюдать то есть по периметру его конечно же охраняют и тоже наблюдают в другую сторону но на каком-то почтительном расстоянии могут быть агенты кгб которые увидят в бинокле что что-то там не как он трет с девочкой и просто вот опять же она ушла девочка а пацана можно и застрелить и транквилизатором ему можно там чего-нибудь стрельнуть в него так дротиком из трубочки и все и унести тихонечко тут вот вот не у никого нет около забора и ищи потом свищи пацана я не знаю я бы мне почему-то кажется я конечно тот еще агент национальной безопасности да но как будто бы безопаснее было все-таки иметь эту дискуссию внутри хотя внутри тоже могут быть наблюдатели не знаю короче вот мне кажется на улице максимально опасно и максимально мало свидетелей что с того может случиться очень понятно стоило еще раз поблагодарить майкла а может и свой здоровый здравый смысл за то что я не стал налегать на шампанское сейчас для разговора с кабаяши джона мне понадобится ясная голова он например реально деда привела я думала она сейчас пойдет скажет так вызываем охрану у меня там один есть неадекват не знаю сколько точно прошло времени но когда на крыльце наконец появилась сели в сопровождении своего деда я успел уже изрядно задубить а чего он не приоделся к празднику все одеты а он как на работу пришел и старик это сразу заметил добрый вечер николай я думаю нам лучше поговорить внутри я с радостью последовал за ним вот молодые деда гоняют туда-сюда сюда туда сами не могли к деду прийти надо было его к деду водить туда-сюда на крыльцо из крыльца человек пожилой он что нанимался за вами бегать блин мы вернулись в дом и поднялись на второй этаж элизабет оставь нас да но собралась было возразить она но тут же покорно опустила голову хорошо дедушка когда или ушла кабаяша джун облокотился на перила и окинул благосклонным взглядом танцующих сегодня прекрасный вечер для танцев ты не находишь николай да наверное чем этот вечер отличается от любого другого я не представлял признаться я не ожидал что мы увидимся так скоро если вы о том что я согласился играть в группе или нет нет вовсе нет что за глупости я повернул он повернулся ко мне и одобрительно улыбнулся более того я рад что у нее появился такой серьезный и ответственный друг его слова могли показаться странными особенно после нашего предыдущего разговора но я четко понимал что кабаяша джун ничего не говорит просто так спасибо за столь высокую оценку и так о чем ты хотел поговорить элизабет сказала что это нечто очень важное я собрался с духом и начал бояша сама некоторое время назад на меня вышли люди из советской разведки точнее майор ирина мостовая он слушал меня с непроницаемым лицом и она потребовала чтобы я сегодня выкрал у вас какие-то документы какие-то наконец отозвался он определенные документы я не знаю что в них клянусь знаю только что на этих бумагах должен быть логотип планеты земля вокруг нее кольца ирина также дала мне фотоаппарат вот мне достала с кармана мини фотокамеру и показала ее старику но тот не заинтересовался понимаю это очень интересно я не знаком лично с мадам мостовой но слышал что она способная молодая женщина да уж не поспоришь но вслух я этого и на слух я не сказал ничего и я так понимаю николай что ты решил воздержаться от сотрудничества с ней да и почему же почему не понимающий повторил я иногда некоторые вопросы ставь в тупи вставят в тупик своей неуместностью ну вообще-то это уместный вопрос типа ты русский на тебя вышла русская разве советская разведка а чё это ты не хочешь с ними работать чё это тебе какой-то японский дед роднее может и может ты пришел его шантажировать может ты пришел сказать что ты все знаешь и хочешь миллион долларов и вертолеты его внучку откуда он должен как-то понять вообще чё ты человек как сам чё как там вот это у тебя голове если на вопрос почему небо синее существует всего один ответ пусть и известный не всем то в моем случае выбор был я действительно мог попытаться отыскать документы но в итоге скорее доверился чутьею или мне наконец-таки которая подсказала меньшее из двух зол мне кажется ей верить нельзя его лицо на мгновение приняло напряженное выражение похоже дед тщательно обдумывал следующую фразу значит мне ты доверяешь я почему-то думаю что он человек умный и не поверит если мы скажем типа да вообще доверяю присягну сейчас на библии поклянусь скажем что у нас нет другого выбора хотя он японец кто их знает вообще этих японцев блин я как-то вот знаете мне кажется такими людьми надо быть максимально честно как с адвокатами если честно не скажешь они хрен что сделают правильно в твоих реально интересно или в свои а главное посмотрите тут даже на выборах есть эти ноты нарисованы ноты это выглядит как издевка учитывая что музыкальных сцен было за 18 серий штуки 3 короче скажем что нет другого выбора а разве у меня есть выбор быстро ляпнул я в ответ я рад что ты искренне со мной я же сказала я же сказала он просто он умный мужик он построил такую компанию конечно он бы не поверил если мы такие да вообще просто установите меня улыбнулся он и потрепал меня по плечу от этого я застыл весь сжался вдоль позвоночника прошел нервный импульс ни о чем не волнуйся я все улажу но эти люди не причинят тебе вреда но к бояши сама при всем уважении хотелось бы понимать что мне делать дальше как вести себя с ней в следующий раз если он конечно будет ты просто скажешь ей что не будешь на нее работать и вы думаете она так просто с этим согласиться грустно хмыкнул я я доведу до сведению нужных людей что ты под моей защиты и у нее не останется выбора вот дед мировой вообще просто его слова сейчас удивительным образом напоминали заверение ирины о том что меня защитит кгб создание мнимой угрозы и дальнейшее обещание безопасности главное оружие умелых манипуляторов во все времена так он не создавал для тебя никакой опасности ты создал а он уладил он выглядит намного выгоднее во всем этом с другой стороны а чего я ожидал что он выделит мне личный ряд охраны это очень щедро с вашей стороны конечно вдруг широко улыбнулся он я не могу сделать меньшего для молодого человека которому оказывает такое доверие моя внучка понимаешь элизабет может быть своенравный но здравый смысл всегда являлся сильной стороной ее характера понимаю хотя с учетом всего я бы не был так уверен в здравом смысле или в здравом смысле или может быть в здравом уме или это во первых а во вторых она себя ведет по адекватнее некоторых нет ну конечно у нее бывают закидоны да биполярочка маленечко возможно даже к бояши джуну не чуждо ничто человеческое и он как и любой другой дед души не чает в своей внучке так что ни о чем не беспокойся николай а теперь ступай этот вечер для вас молодых общайтесь танцуйте наслаждайтесь жизнью а я тем временем сделаю все нужные приготовления я мы по-бе-бе-бе я помедлил несколько секунд но не знал что еще сказать тогда с вашего позволения и ушел и был таков медленно спускаясь по лестнице я я не плачу это у меня что-то случилось надо попить медленно спускаясь по лестнице я искал глазами элли при других обстоятельствах я бы ни на грош не поверил этому хитрому старикашки но сейчас речь зашла о его внучке пусть даже вскользь она не знала всех обстоятельств но понимала что у меня проблемы с которыми мне нужна помощь ее деда и теперь если со мной что-то случится впрочем не переоцениваю ли я собственную значимость в глазах элли и потенциальную боль от моей потери главное чтобы дед переоценивал остальное неважно может старик считает что мое исчезновение она в итоге переживет так же как в детстве переживала поломку игрушки от этих мыслей у меня закружилась голова и пришлось схватиться за перила но к чему тогда вся эта показуха если он по и если он выявил потенциально опасный элемент не проще ли было показать к гимару по-тихому приказать к гимару по-тихому вывести меня на улицу и закопать где-нибудь в лесочке за домом конца концов никому не нужны лишние свидетели с каждой минутой я все меньше понимаю что происходит но точно знаю одно сейчас мне совсем не хочется возвращаться домой где меня возможно поджидает ирина наконец я заметил или и подошел к ней а вот и я вы поговорили она вдруг нахмурилась ник ты выглядишь так как будто только что узнал что жить тебе осталось две недели серьезно если дедушка что-то сказал то я да нет все в порядке он был очень любезен и очень мне помог обещал помочь ты же говоришь это не только из вежливости где я а где вежливость просто это так похоже на дедушку вздохнула она и подняла взгляд на балкон но там уже никого не было его все мои друзья боятся действительно с чего бы но ведь чтобы добиться того чего добился он нельзя быть слабохарактерным да никто не говорит что просто он меня защищает я знаю что иногда эта забота кажется чрезмерной но таков уж дедушка всегда хорошо иметь того кому на тебя не плевать ты так говоришь ну да у меня же никого нет кроме химитсу да и таз бежала это это очень грустно иногда или буквально фонтанировала эмоциями а иногда проявляла необъяснимую черствость словно не могла подобрать слов чтобы адекватно выразить сочувствие человек ко всему привыкает но наверное если какие-то люди покидают нас то это еще не значит что мы теперь всегда будем одни скорее ты можешь повстречаться с другими с кем-то другим с кем тебе будет по пути теоретически я хочу сказать что не стоит отчаиваться да я и не отчаиваюсь но вот и правильно или похоже не знала как продолжить разговор и я был согласен помолчать может еще потанцуем все-таки не выдержала она давай пожал плечами я и подал ей руку то же самое во второй раз танец не вызывал не вызывал у меня такого смущения и ступора мы кружились в центре зала я задержался я держался куда увереннее чем до этого так ты расскажешь о чем вы с дедушкой говорили вопрос или был вполне закономерным любой бы на ее месте спросил то же самое однако я не знал стоит ли ей знать правду в одну секунду она выглядит спокойной а в следующую может взорваться и наделать глупостей больше всего сейчас мне хотелось хоть на минуту забыть да больше всего сейчас мне хотелось хоть на минуту забыть о том что дома меня возможно ждет ирина которая потребует объяснений или смотрела на меня испытующе и уже собиралась что-то сказать но я успел первым знаешь ты такая красивая сегодня я уже говорил если бы не ты не знаю где бы я сейчас был ты и остальные пацаны из группы конечно просто именно сейчас мне было это очень нужно это связано с тем о чем вы говорили с дедушкой до отчасти не иногда кажется что ты меня просто используешь она такая милашка ну я не могу ну почему она такая милашка так и есть практически так и есть реально ой беззлобно усмехнула сели но в ее глазах читалась нескрываемая тоска это надо вот она такая красивая на такая замечательная и типа к ней подкатывает какой-то чел и она все равно не может выкинуть из головы что он при ней при всей такой красивый умный талантливый прекрасный все равно может быть из-за дедовских денег с ней а не из-за нее это так грустно ужас и тут я понял что должен что-то предпринять немедленно нельзя пускать дело на самотек элли в эту минуту действительно казалось очаровательно манящий но чем дольше я изворачиваюсь пытаясь скрыть от нее правда тем больше растут ее подозрения это что сейчас надо будет выбирать поцеловать ее или нет мне так не хочется делать ей больно и мне так не хочется чтоб не как он с кем-то был аааа блин и в принципе даже не важно что именно она подозревает наличие у меня корыстных целей в общении в общении с ней или еще что главное опасность потери доверия а ведь сейчас она единственная ниточка которая связывает меня с кобояши джуном нет оснований считать что он предложил мне защиту по каким-то другим причинам и пусть поведение старикам не до конца непонятно пока не установлено иное необходимо вести себя исходя из предположения которое имеет наибольшую вероятность оказаться правдой в конце концов если ты бежишь по саванне спасаясь от льва то в этот момент меньше всего думаешь об угрозе заразиться малярией мы это не выбирали но это превью в итоге я сделал то что мне казалось единственно логичным в данной ситуации поцеловал эли блин на самом деле знаете что я вот это все читала и я вот думала что если выскочит поцеловать или не поцеловать надо целовать блин ну как то знаете мне почему то еще кажется я на опыте от бесконечного лета думаю что если бы он ее не поцеловал он бы погиб очень быстро а на этом закончилась бы игра а я хотела бы узнать весь сюжет поэтому вот так и и блин ну элина такая она бубочка мне так не хочется ей делать больно хорошо с одной стороны что мне не дали этот выбор хорошо меня устраивает в целом в этот раз меня устраивает а так вообще нет она не сразу поняла что происходит но затем робко ответила на поцелуй ее губы оказались настолько нежными что я и представить не мог может быть для нее это первый раз странно но никто из гостей не обращал на нас внимание мало ли что там делают другие разгоряченные весельем и шампанским наконец я легонько отстранился от эли если я использую если использую то только для этого ну не только для этого да ник я не была готова так весь смысл ведь именно в эффекте неожиданности ты это все серьезно конечно ты мне нравишься и если ты думаешь про кэтрин или химицу нет стоит зарделась танец закончился и мы отошли к стене возле которой было возле которой николая расстреляли за то что он распускает руки на балу блин извините возле которой было посвободнее мне не важно что было в прошлом знаешь стрепенул и сели подняв на меня глаза полные безотчетной надежды мне кажется я сразу в тебя влюбилась господи как больно ой что это я в самом деле тут же покраснела она и опустила глаза что же во мне такого действительно удивился я но про себя отметил что во глубине души догадывался о ее чувствах ты так красиво говоришь и раздела в разговорах то это уже не с первого взгляда ой да ладно какая разница или подошла ближе и подняла голову очевидно ожидая моей реакции я еще раз поцеловал ее на этот раз поцелуй оказался совсем коротким не думаю что будет правильно если твой дедушка нас увидит так он уже давно закрылся у себя в кабинете и обсуждает с кем-нибудь дела уверена у него здесь везде глаза и уши а я не стесняюсь да я тоже ты не подумай просто после нашего сегодняшнего разговора да кстати я закрыл ей рот очередным поцелуем долгим и страстным ох уж эти школьники не могу на них когда мы наконец отпустили друг друга или раскраснелась и ее из ее прически выбилась прядь волос я не ожидала что это будет так так как вот так мне нужно в дамскую комнату знаешь я пожалуй пойду мне необходимо быть дома я быстренько взглянул на часы до полуночи да да до полуночи тебя там кто-то ждет нет просто да в смысле же я уже рассказал про кгб и все остальное фигню ты же можешь ей уже сказать вот он патологический врун он просто патологический скрыватель правды газлайтер я не знаю как его еще обозвать почему не сказать уже нормально я иду там я должен решить дела которые обсуждал с твоим дедом хотя бы так можно было сказать сейчас она подумает что он пошел с кем-то там и это вот это вот туси-боси вот это все просто нужно поверь мне я потом все объясню это поверь ему сначала потом ему дай говна дай ложку ага не верьте никак вот вообще ни в ни одному его слову ладно фига 1 блин нехоти согласилась или взяла меня за руку тогда до завтра до завтра еще один поцелуй на прощанье многоточие о боже кто знал кто бы знал вообще сев такси я тут же ощутил жуткую усталость и вся обратная дорога из поместья кабаяши для меня слилась в единое пестрое буйство огней за окном машины к счастью дом встретил меня привычной тишиной и этому я в кои-то веки был по-настоящему рад мне еще предстояло хорошенько осознать и обдумать все что произошло но это потом в натуре нету никого а сейчас мной владела только одно желание одна необходимость спать слушайте ну раз у нас день до закончился я предлагаю серию заканчивать чтобы так знаете более или менее логично у нас все было до 5 октября сразу или у нас уже нет октября не было нет первых чисел октября не было я бы отреагировала на свой день рождения обязательно в общем предлагаю на этом сегодня тормозить да как бы наряд нам уже не нужен в чем-то попроще с вами встретимся в следующий раз напитки нальем в бокалы тоже попроще постараемся их не расфигачить реально пожалуйста вот король серия просто огонь страсти отношений меня к вам и к этой игре и ко всем и ко всему этому отсылку кто понял тот понял в общем пока моя любимая пока моя любимая серия несмотря на то что меня ни во что не ставят я сказала никому не целоваться они все целуются я сказала не пить второй бокал все все равно выпили второй бокал ну и хрен бы с ним закончилось все вроде неплохо никак он даже сильно не бесил а это уже знаете ли прогресс вы свое мнение как всегда естественно пишите в комментариях потому что так устроена наше с вами общение я говорю тут вы пишите в комментариях я потом говорю что прочитала или не говорю если вы ничего не написали вот а чтобы я что-то сказал надо написать получается такая логика как я понимаю а пока подписывайтесь на канал ставьте лайки присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях все ссылочки как всегда в описании всех уже люблю пока-пока а